Добрый вечер, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров из Ческомру. Сегодня стартовал второй круг Кубка Мира, и мы с вами попытаемся пройтись по основным моментам этого игрового дня. Одной из самых неприятных новостей сегодняшнего дня оказалась новость про положительные тесты у Сусанто Мегаранто. Он успел сделать 15 ходов против Каруаны, и впоследствии врачи зафиксировали остановку этой партии в связи с положительным тестом у индонезийского гроссмистера. Так понимаю, что Каруана также на данный момент находится на карантине, и его участие в Кубке Мира вполне возможно под большим вопросом. Однако, нужно будет время для того, чтобы были новости. Вторая неприятность – это отсутствие Ливона Ароняна на первой партии второго круга. Ливон ощущал себя не очень хорошо, у него была высокая температура, и сегодня он просто-напросто не пришел на партию. Таким образом, его соперник получил плюс без игры. Ну что же, пожелаем здоровья Ливону. Безусловно, также нам будет крайне важно увидеть Каруану в добром здравии, и надеемся, что эти супер-топ-игроки все-таки в этом турнире выступят, и выступят более чем достойно. Итак, мы переходим к партиям. Партий было масса, и очень интересных, очень захватывающих. И вот сегодня сложилась одна из таких вот веселых партий между молодым сербским, очень талантливым, тактически одаренным Ивичем Велимиром, и настоящим мастодонтом, зубром этих турниров Валеху Понса. В этой позиции очевидно, что у белых большой пространственный перевес за счет пешки на Е5, и все фигуры черных находятся вне игры, и в таких позициях часто считается, что надо отдавать коня на Е5, пытаясь таким образом раскрыть, так сказать, расправить крылья. Но, однако, такое вот движение не всегда корректно до конца. Ивич ушел на Ж1, попытался Валеха вывести коня на Ж4, но после централизации мы видим все-таки компенсации недостаточно. После следующих ходов, слон Д7, ферз Е1, важный ход, который предлагает размен ферзей, то есть задача белых ни в коем случае не дать сыграть Е5, то есть пока сейчас контроль обеспечивает над этими полями конь и слон. В общем-то, очень хорош. Ферзь Д8, ферзь Ж3, опять-таки мы видим контроль над этим полем, и в итоге Валеха, не выдержав, сыграл все-таки Е5, но после кода конь Е5 компенсации стало еще меньше в связи с таким прекрасным ходом ферзь Б3. Пешка на Д5 провисает, и у Валеха остается в совсем плохой ситуации. Он бьет на Е5, слон бьет Е5, тактическая комбинация. После ферзь Ж5, почему нельзя было взять на Е5? После взятия ферзем на Д5 висел конь, а в случае хода конь М7 ферзь возвращался на Д4, и пришлось быть черным здесь непросто. Поэтому последовала ферзь Ж5, слон Д4, прикрыли все поля, и по большому счету партия уже переходит в техническую стадию. Ферзь Ж3 опять-таки сыграно была, и ладья А4. После хода ферзь Ф5 черные создали угрозу постановке мата, целая такая вот мощнейшая армада стоит. Однако Ивич сыграл очень надежно, ладья Беже 4 уничтожил важного защитника поля Е5, централизовал ферзя, и после хода конь С3 все фигуры белых доминацию организовали сумасшедшую. Слон С6 после хода конь Д5 Вальеха, очень сильный шахмакист, проиграл сегодня в дребезе. Ну а следующий пример, безусловно, порадовал наших российских болельщиков. Это партия Петра Вениаминовича Свидлера. Петр Вениаминович играл против чилийского Салиноса, который, как вы помните, наверняка сумел поставить мат конем, с краем зашел, как говорится, из-за угла. И вот в первой партии он играл белыми. Вот в этой позиции мы видим, как белые атакуют потенциальную слабость на Д6, черные также ее прикрывают надежно. Ну и, в общем-то, пробиваться вроде бы негде. Однако Свидлер находит лазейку. Ж5. Важный ход. Теперь ферзь с Д1 подключается на поля. Аш5 и Ж4, что будет очень неприятно сказываться на черном короле. Приходится брать, и ферзь выскакивает на Аш5. Ладья возвращается на С8. Обратите внимание, как здорово заводит Петр своего ферзя. Пришлось играть Д5. И здесь, после взятия на Ж5, мы видим, что структура черных разваливается в мгновение ока. После чего брать на Е4 нельзя из-за вторжения ладьи на Д7. Будет сразу же мат. Поэтому пришлось Алиносу терпеть. Ладья Ф8. Ну и теперь началось поедение от этих вот пешек. Лишняя пешка образовалась на ровном месте. Ну и тотальная доминация за ней и вторая. И здесь Петр очень быстро партию довел до победы. Таким образом, здорово начав второй круг соревнований. Ну хорошо, а теперь перейдем к девушкам. И первый пример, который мы разберем с вами, это партия казахских шахматисток. Настоящая дерби. Бибисара Усаубаева играла против Жансаи Абду Малейк. И вот в этой сложнейшей позиции последний ход был сделан в ладья Д1 с целью контроля поля Д8. У черных образовалась пешка С. То есть пешка С может идти вперед. Однако очень сильная централизация фигур. И белая пешка Е5 все-таки обеспечивает белым очень такой надежный контроль над позицией. Тем не менее, Абду Малейк решила пойти вперед. И вот этот ход оказался не слишком удачным в связи с тем, что последовало достаточно жесткое продолжение. Ферзь Е3. Сильный ход, обеспечивающий движение пешки Е. И после чего возникают трудности с королем. Последовал ход с Ж5. Нагло играют девушки. Очень принципиально, я бы сказал. Однако вот эта принципиальность здесь была уже совсем неудачна. Потому что после хода коня Х5 выясняется, что грозит ход ладья Д6 с поддержкой пешки. И ладья начинает работать как со слоном, так и с королем неприятеля. Однако С2 поверили в успех. Ладья Д6. Контроль над пешкой С все-таки есть. Ладья и ферзь держат поле С1. В то время как ладья, как я уже сказал, направляется на важные атакующие поля. Ферзь С4, ладья Ж6. Ладья Б7. Черные максимально стараются прикрыть все свои дыры. Однако в этот момент подключается пешка. Очень сильный ход. И грозит страшный ход Е7, который перекрывает защиту слона Ж7. И по большому счету партия уже завершается. Потому как в случае, скажем, хода ладья Е7, чего не было в партии, белые могли накинуть еще коня на Е5. После чего позиция совершенно ужасна для черных. И их ходы скоро закончатся. Но последовал ход король Х7. А здесь последовала красивая комбинация. Красивая концовка от Бибисары. Бибисары играет Е7. И выясняется, что на король бьет Ж6. Следует Еферзь. Надо бить ферзя. А в этот момент происходит шаг на Е5. И вилка. Вилка. После короля Х5. Конь бьет С4. Но он был еще красивый, конечно, мат. Это такая вот была идея. И потом взять на Е5. Но это какая-то совершенно экзотическая позиция. Да, грозит ИЖ4. Ферзь Ж6 ДС2. Мата со всех сторон. Но это было слишком красиво. Как мы знаем, в выигранных позициях комбинировать очень-приочень опасно. Поэтому, недолго думая, просто взяла на С4 Бибисара. И выяснила, что брать коня нельзя из-за шага на Ф3 банального со съемом ладьи. Ну а ладьи Е7 привело к возврату коня на Е5. И здесь, конечно, Абдумалик Жансая капитулировала. Ну что же, будет интересно посмотреть, что будет в ответной партии. Безусловно, такое дерби крайне захватывающим было. Ну а теперь мы переходим к партии Александра Костенюк. Которая встречалась с перуанской шахматисткой Дейзикой. Александра играла немало. Уже с ней партии и, безусловно, являлась фаворитом этой пары. И, в общем-то, в первой же партии она доказала свою силу. Стратегически черные очень опасно разыграли позицию. Потому что у них есть страшное поле Е5. Однако, за этим полем присматривает пока конь. И план, который провела здесь Александра, очень-то достаточно активный. Она сыграла Б4. Ладья Ф7 и сыграла А4. Многоплановая идея. То есть идея, как пойти А5, Б5. Также и вторая идея, которая была здесь осуществлена, это ход Ладья А3. Очень красивое подключение Ладьи по третьему ряду. Это всегда очень эффектно. И вот видите, как сыграно универсально. Одновременно и с давлением. И в то же время стратегически правильно и красиво. Конь Е7 пришлось черным сдавать поле Е5. А теперь второй конь начинает направляться в район поля Ж4. С целью полного, тотального контроля над позицией. Дейзи пыталась цепляться за пешку Д4. Но, однако, все это было пустое. Итак, вот после хода конь Е5 у Александры образовался уже более четкий перевес. Потому что бить, терпеть такого коня невозможно. Бить обязаны. После взятия этот рисунок, естественно, в пользу белых. Так как черные фигуры находятся в статичном положении. В то время как у белых масса путей для усиления этой позиции. Но что, в общем-то, Саша и продемонстрировал. Она вырубила слона на Д7 и затем начала переводы. Ладья Ц3, ладья Ф3. Стандартные переводы. Слон улучшил положение на Д3. Встал. И угроза уже возникла взятие на Ф5. Поэтому черные решили поменять коней. Однако, в этом случае мы видим, что очень плохо. Король на А8. И есть слабости. По большому счету партия предрешена. Король Ж2. Блестящий ход. И дальше Александра начала здесь здорово маневрировать. Пожертвовала пешку на А4. Но здесь уже были прямые виды на атаку. Угрожала банальная ферз А6 со слон А7. С последующим ладья Ф8. Поэтому позиция короля, конечно, в крайней большой опасности. И после А5 ферз А6, ферз Б4 Дейзи прикрывает поле Ф8 от удара на А7. И последние какие-то моменты надо белым еще продемонстрировать точные ходы. Александр играет ладья Ф4. Ферз А3 напали на слона. Ну и слона надо, конечно, прикрыть. Ладья Ф3, ферз С5. Как мы видим, что перуанская шахматистка тоже здесь пыталась что-то придумать. Потому что на ферз Б4, видимо, ладья бьет Е6. Белые могли съесть пешку. А таким образом ферз прикрывает ладью. И вот в этой позиции Дейзи сыграла слон Е8. И Александра нашла очень красивое решение этой позиции. Советую всем остановить видео и найти это продолжение. Итак, Александра здесь продемонстрировала свое лучшее качество в комбинационном зрении. И нанесла разящий удар слоном на Х7. Что привело к поражению черных и Дейзи. Кори после ладья Х7, ферз Ж4, шах. В этом была идея. Ладья Ж7, ферз Е6 капитулировала. Так как выясняется, что в случае короля Х7, черный король получает мат ладья Х6. А в случае хода короля Х8, белые могут поставить мат через ладья Х8, ферз Х3. Либо сыграть ладья Х6, шах с теми же угрозами, с теми же идеями. Вот такая вот мини комбинация от Александра Костенюк. Поздравляем ее с победой. Ну а теперь давайте посмотрим на таблице. Какая у нас ситуация, какие у нас сегодня были встречи. Карлсон подтвердил свое реноме чемпиона мира и победил Мартиновича. Также хотелось бы отметить победы Владимира Федосеева над Бахманом Акселом, который представляет Парагвай. И Владимир Малахов сегодня в блестящем стиле обыграл итальянского гроссминистра Даниэль Вакатур. Крайне интересно было посмотреть за противостоянием Бориса Савченко и Аниши Гири. Но, к сожалению, Аниши оказался сильнее. И, соответственно, Борису нужно завтра отыгрываться. Завтра будет более интересное событие. А у девушек надо отметить победу Александра Горячкиной, а также победу Алисы Галямовой. Это очень хорошие результаты для наших спортсменок. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Увидимся завтра. Подписывайтесь на канал. Болеем за красивые шахматы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok